Книга Бытие, глава сорок восьмая После того Иосифу сказали, Вот, отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Монасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, Вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня. И сказал мне, Вот, я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Хананской на дороге, не доходя несколько до Ефрофы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрофе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Монасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя он был меньший, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасий был первенец, и благословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков этих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и это прискорбно было ему. И взял он руку отца свою, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасии, и сказал Иосиф отцу своему, Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии, и поставил Ефрема выше Монасии. И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев мечом моим и луком моим.